МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Реднов, Матвеев, не было только Сталина, но зато ты модил брязу. И знаете, именно эти два товарища, Брязу и Реднов, и сделали мой день. У меня появилось два новых любимых персонажа, за публичными выступлениями которых. Буду, наверное, следить теперь внимательнее, поскольку то, что они несут с умным видом, это в любом случае прикольно. Для начала ведущий посокрушался, что вот так вот мало народа собралось, а было реально, ну, там сотни две-три всего человек. Даже у Матвеева хватило совести не врать про тысячи митингующих. Когда нас будут тысячи, нас власть услышит. Но когда сегодняшний митинг покажут по телевизору или покажут нашим властителям, все всегда будут понимать ничего, по бухтят и перебьются. Поэтому давайте объединяться, строить колонны, и после этого мы власти скажем, кто в этом городе хозяин. Не, ну вот лично мне такие хозяева в городе не нужны. Странные они и очень непрофессиональные в плане изложения своих мыслей, а значит и с управлением у них могут быть проблемы. Ну, может, поэтому за ними люди-то и не идут. Ну, вот послушайте, как выступает новый первый секретарь горкома. Ну, он же в недавнем прошлом бизнесмен с оборотами в десятки, а то и в сотни миллионов рублей. Ну, то есть самый, что ни на есть эксплуататор трудового народа в терминологии КПРФ, а вот сейчас вот пошедший еще и в карьерный рост уже по государственной службе гражданин Ряднов. Сегодня, когда правительство в углубе либералов латает дыры в бюджете, в стране идет экономический кризис, правительство ничего лучше не находит, как запнуть дыры за счет нас с вами, простых тружечек. Вот и в Самаре у нас тоже с каждым годом повышаются тарифы, идет платное образование, платная медицина. И только мы совместно можем бороться за наши права. Не, ну ругать власти это нормально, но не находясь же на госслужбе. А как же субординация? Ну, уйди с должности и ругай. Ну, как говорят у нас, или крестик с ними, или трусы одень. Ну, или давай уж тогда про Зюганово и всю местную партверхушку тоже. Правда, уматку режь, не стесняйся. Но вот все же все выступающие меркли на фоне брязу. Это был его день, голос поставлен, говорит уверенно. Вот стоит вслушаться, в смысл произносим его, мама дорогая. Если бы тенденцию так же сохраняли бы, мы уже были бы не в космосе, а дальше куда-то ушли бы там глубоко-глубоко. Что, по мнению, брязу находится за космосом? В какие он там глубины собрался? Почему он думает, что все захотят идти туда за такими вот сказочниками? Ну, сказку он реально рассказывает, заслушаешься. Давайте посмотрим, как европейские страны, граничные с нашей Россией, живут. Посмотрите, как пенсионеры живут. Они выходят на пенсию и весь мир объезжают. Они путешествуют. Они рады. Ну вот интересно, это же какие европейские, граничащие с нами страны так распрекрасно живут? Украина или Польша с Прибалтикой? Вот местные бы удивились, услышав в восторге на свой счет самарского коммуниста брязу. Ну, Финляндия, может быть, и нормально живет, но почему о ней говорить тогда он во множественном числе? А его несло не остановишь. И про то, как следует вести войны, у него тоже было свое мнение. Мы лезем куда-то. Каждая бомба стоит миллионы. И сбрасывая ее на Сирию, да, безусловно, мы должны помогать своим братским народам. Мы интернациональное государство. Но мы сначала навести порядки должны у себя. И только потом идти помогать другим. И прежде чем куда-то идти, надо провести референдум граждан. Чтобы все люди высказались. Будем мы помогать, будем участвовать мы в каких-то конфликтах международных или нет. Это через референдум. Не просто так собрался президент, собрал свой парламент, съели за кружкой пива, определили, куда концепция, куда идем, товарищи. Ангола, Вьетнам, Корея. Везде ж коммунисты в свое время проводили референдумы такие. Участвуем мы или нет? А уж какой референдум завабахали по поводу ввода войск в Афганистан? Вот брязу как думает? Мы пока референдумы такие должны проводить. Враги что, терпеливо ждать будут? Че там русские надумают? Совсем дурной. Вот по мне поэтому-то страна в 91-м и развалилась, что вот повылазило слишком много умников. По мне это лучшая иллюстрация того, что нефиг кухаркам лезть управлять государством. Если сами не понимают, какой бред несут, и как плохо, когда профаны появляются на любом уровне власти. Вот поэтому лучше уж они пускай вот так вот помитингуют сторонки, без доступа к реальной власти. Продолжение следует...